Мешая левым правым рядам, а сами едут. Вот она, это авария справа, бмв мини и фура. Так, ну вот он МКАТ уже над нами впереди. Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 60. Слева, справа. Мы над ним проехали. Так, давайте я наверно перестроюсь, чтобы хоть в Москву можно было рассмотреть как-то гаишники тормозят. Так, въехали мы на Варшавское шоссе и по Варшавке двигаем до Большой Тульской улицы. Справа, слева метро Анина. Ещё один Газпром 42-40. Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 80. Показывает мне какой-то более быстрый маршрут. Я не хочу так ехать, я поеду по-своему. Подольше трансляция будет вестись. Я никуда не тороплюсь, у меня на сегодня все дела уже сделаны. Так как рабочий день у меня начался сегодня в 4 утра. Так, а справа что-то горит, смотрите, и причём сильно горит. Я думал это какой-то издалека думал облака, потом подумал, что это пар может быть с котельной какой-то. А на самом деле мне кажется это что-то горит и причём так капитально горит. может быть попробовать съехать туда. Я правда не знаю где это. Ребят, если у меня получится, я наверное съеду и попробую заснять это. Давайте вот здесь попробуем. я не знаю куда эта дорога ведёт и что это там горит. задание изменено. Впереди камера, ограничение 80. Поверните налево. Впереди камера, ограничение 80. Ну это мне кажется за жилым домом. Задание изменено. Сейчас попробуем туда пробраться. Ну вы сами видите да какой этот, какой столб дыма стоит. люди идут им всё равно. Что там такое? Впереди грозовой фронт в среднем ряду. Так, уходим с выделенки. Так, мы почти доехали до того места, которое горит. Так, поэтому по навигатору тут есть РУСМЕБЕЛЬ, есть Атом Энергопроект, куча ФС Принт. Так, склад ткани горит. Пустите погреться. Что горит. Тушение этого пожара экономически невыгодно для России. Так, я слышу где-то эти пожарные уже едут. Давайте попробуем доехать прям до места. Не знаю смогу, не смогу. Что там ещё из комментариев? Горит. Горит промзона, склады. Вот скорая поехала, реанимация. Вон справа вижу пожарные машины стоят. Давайте попробуем доедем, посмотрим, что там. Если получится доехать. Осторожно, дети. Ограничение 60. И вот он, пожар. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 60. Маршрут перестроен. Так, на нефтемагистрали 41,89. Давайте немножко, может быть, вот так вот сделаю временно. Сколько? Метров на 50 столб дыма ДПС. Ну, я думаю, там больше дыма, чем огня. Сейчас потушат. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром. Вот метан 0 рублей, 0 копеек, бесплатно отдают. Возвращаясь. 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 Продолжение следует... Вертолет пролетел, сбросил воду и улетел видимо опять набирать. Продолжение следует... За автобусом ничего не видно. Но открытого пламени не видно. Но судя по цвету, такой едкий наверное дым. Но запах на улице не ощущается. Продолжение следует... Едем дальше. Продолжение следует... В смартфоне ведется на... Господи, ну прямой эфир. У меня нет в смартфоне карты памяти. Продолжение следует... 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 но что-то они не на территории а на дороге стоят и стоят и что-то делают так ладно немного а он еще один пожарный расчет немного отдалились сбились с маршрута возвращаемся на него и едем дальше еще пожарные плена понятно почему тут такая жесткая пробка я думаю тут из четырех полос в одну или в две превращаются вот впереди еще пожарная машина дпс впереди камера ограничение 60 автобус дорожный патруль пожарная пожарная дпс впереди камера ограничение 60 пожарная еще а он видно там до тушили через сколько здесь машин 10 пожарных чтобы понять ли огонь не здесь не 10 здесь машин 20 20 или больше так ну ладно все мы уехали уже с места с места пожара возвращаемся на варшавку едем дальше пожарните на правом на дублер впереди коламбус торговый центр через 300 метров поверните налево ну как за волокло москву дымом а 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 Продолжение следует...